Любая модель экономического развития страны должна исходить из невысоких цен на нефть и сохранение санкций. Об этом заявил сегодня Дмитрий Медведев. Глава правительства посетил молодежный форум «Территория смыслов». Впрочем, вопросы, которые задавали премьеру, молодые ученые и преподаватели, касались не только глобальных экономических проблем. Репортаж Ильи Костина. Программа пятой смены форума «Территория смыслов» составлена таким образом, чтобы охватить различные сферы жизни. Молодые ученые и преподаватели экономических наук анализируют ситуацию на мировых финансовых рынках, обсуждают проблемы образования и развития гражданского общества. Каждый день расписан практически по минутам, но даже с учетом такого насыщенного учебного графика, к сегодняшней встрече внимание особое. С молодежной аудиторией Дмитрий Медведев, судя по реакции зала, сразу нашел общий язык. Привет! В начале общения вопросы глобальной экономики. Какие выгоды принесло России при соединениях Всемирной торговой организации? Не может ли такая интеграция навредить отечественным производителям? Я думаю, большинство из здесь присутствующих верят в идеалы открытого мирового рынка. Однако было бы интересно услышать ваше мнение по положительным и отрицательным аспектам участия России в ВТО. Шли мы туда долго. Как я неоднократно говорил, нас держали в предбаннике там, по-моему, почти 15 лет. Чуть меньше держали Китай, не хотели принимать по разным причинам. Результат. Я считаю, что мы для себя выбили условия присоединения к ВТО на порядок более предпочтительные, чем целый ряд других государств, в том числе и наших соседей, которые, по сути, обнулили свои пошлины и вошли в ВТО. Мы этого не делали. В результате, даже в условиях кризиса, который в настоящий момент, к сожалению, присутствует в экономике, у нас очень многие отрасли падают, а сельское хозяйство растет. Это в значительной степени благодаря тем решениям, которые мы когда-то отстояли при вступлении в ВТО. Среди участников форума не только молодые экономисты, но и начинающие предприниматели. Их в первую очередь интересовало мнение главы кабинета министров насчет образовательных и просветительских программ поддержки бизнеса. Прозвучало даже предложение внести изменения в школьную программу. Нам кажется, нужно в систему среднего образования внедрить предметы по финансовой грамотности и по предпринимательству. Мы считаем, что 40-50% населения в нашей стране так или иначе должны быть связаны с малым бизнесом. А сейчас это всего там где-то пятая часть населения. Мы должны сделать все, чтобы наши граждане, люди в нашей стране со школьной скамьи учились уважать тех, кто зарабатывает деньги в бизнесе. В школе, я думаю, какие-то курсы вполне могли бы появиться. Давайте мы подумаем вместе с министерством образования. Когда речь зашла о развитии фундаментальной науки и промышленного производства, Медведев отметил, надежды на позитивные изменения в этих областях связаны прежде всего с приходом в научно-техническую сферу молодых специалистов. Когда мы научимся соединять наши научные разработки с коммерцией, мы совершим колоссальный прыжок вперед. Но это зависит не только от науки и, пардон, не только от властей. Это зависит и от самого бизнеса. Бизнесу должно быть интересно инвестировать в такие проекты. А вот государство как раз должно создать условия для того, чтобы бизнесу было интересно вкладывать в стартапы. Примеры таких стартапов Дмитрию Медведеву показали уже на выставке. Премьер-министру предложили опробовать в действии очки виртуальной реальности, которые сконструировали молодые российские ученые. Трехмерное пространство обеспечивает обзор на 360 градусов. И всем бы разработка была хороша, если бы не несколько деталей. Помогает ориентироваться в пространстве, показывать вам картинку. Ваши, вы же матрицы, а внутри матрицы и корпус китайские, мы сделали сам фильтр и само позиционирование пространства. Это типичная для нашей страны ситуация. Матрица и корпус китайские, а если брать софт и все, что вокруг этого, то это мы делаем. У молодых экономистов скоро завершение смены. Следующими на территории смыслов ждут выпускников медицинских вузов. Илья Костин, Екатерина Яровенко, Павел Волконский, Олег Крупен. Первый канал. Владимирская область.